Итак, здравствуйте. Начинаем наш круглый стол на тему «Сакраментально верить ли тому, что написано в соцсетях». Её проведём я, Георгий Бофф, главный редактор журнала «Русский мир.ру», и Лада Клокова, шеф-редактор журнала «Русский мир.ру». Она здесь справа. Вы можете поверить мне на слово. С нами сегодня в гостях Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Малина Ердаева, журналист из России, Юлия Эггерт, журналист из Австрии, соучредитель исследовательского центра память, Алла Березовская, общественный деятель и журналист из Латвии. Если ещё кто-то присоединится, у нас есть кое-какие планы, то я вам об этом сообщу. Михаил, добрый вечер или день, доброе время суток, как говорят. Скажите, пожалуйста, как ТАСС приспособился к тому, что раньше он в советское время был только ТАСС, правда, был там какой-то ещё розовый, с полосой и так далее, а сейчас ТАСС существует в мире, где свободный поток информации, часто непроференной информации, и фактически лента ТАСС для многих слушателей, зрителей и читателей, она воспринимается как часть, извините меня просто, пожалуйста, но часть какого-то общего информационного шума, потому что они не могут диверсифицировать, фильтровать информацию. Для них что, блогер какой-то, миллионщик написал, что, значит, телеграф на агентство Советского Союза выпустило. Как с этим жить? Вы знаете, мы с вами за этим круглым столом, наверное, только сделаем, что называется, подход к снаряду, потому что нам надо понимать, что мы живём, и это уже достаточно расхожее мнение, совершенно в новом информационном мире, в мире, который наполнен безграничным количеством информационных ресурсов. Как правильно сказал один наш коллега, закончилось успешно время повальной всеобщей грамотности. Все научились читать. Сейчас новый период повальной всеобщей умения писать. Сейчас практически все, кто обладает навыком просто умением писать, собирать буковки в слова, все что-то пишут, неважно в каких социальных сетях, твиттер ли это, фейсбук ли это или что-то иное. И мы столкнулись с совершенно новым явлением социальным, абсолютно новым, когда каждого человека, кто интересуется какой бы то ни была информацией, вообще-то политической, обычной, культурной, спортивной, он погружён в гигантский информационный поток, где определить точную информацию, достоверную информацию, информацию, которой некий Мерек доверяет, крайне непросто. И на мой взгляд, я просто подхожу к вашему вопросу, и на мой взгляд, каждый из тех, кто является потребителем информации, должен, во-первых, прежде всего, стать квалифицированным, каждый как может, потребителем информации, потому что информация стала настолько полной и настолько многообразной, что каждый должен научиться внутри себя выработать и фильтры, и критерии, и подходы, и понимание, и свою собственную аналитику. Я бы посоветовал определить какой-то круг информационных ресурсов каждому, которому он доверяет, и внутри этих ресурсов получать ту информацию, которая нужна. Наше информационное агентство ТАСС, которому 116 лет, и которое по-прежнему, слава богу, является ведущим информационным агентством России, нашего с вами Отечества, ему, так сказать, переходит на разноплановые форматы доведения информации до потребителей, до широких общественностей, до конкретных подписчиков, включая новые ресурсы в социальных сетях. ТАСС есть и в Фейсбуке, ТАСС есть и в Твиттере, у ТАСС есть свой мощный сайт, но главным критерием подходов наших к нашим новым информационным продуктам, это присущая ТАССу стопроцентная информационная точность, присущая ТАССу исторически гарантированная достоверность, полный заслон любым вбросам, фейкам и прочей недостоверной информации. Это непростая задача, потому что ТАСС тоже вынужден сегодня потреблять информацию из внешних ресурсов, прежде всего наши корреспонденты. Вот если говорить про меня, я вот, допустим, уже четверть век работаю в ТАССе, и для меня только один из точек информации является абсолютно достоверным. Это его величество корреспондент, прежде всего ТАССовский корреспондент. Я безоговорочно доверяю нашей корреспондентской сети, безоговорочно доверяю нашему корреспонденту. Все остальное уже второй ряд и третий ряд. Это, как сказать, для меня и для моих коллег базовая ценность. Хотя мы живем в реальном мире, и сегодня каждый человек, проходя мимо загоревшегося дома, может срочно его сфотографировать на телефон мгновенно, передать об этом. И, конечно, этот человек, случайный прохожий, оказывается, скажем так, на условном пожаре раньше нашего корреспондента. Но вот эту информацию я и наши коллеги на главном выпуске, в редакциях будут сто раз проверять, если она пришла, что называется, не от корреспондента, а от простого обывателя. Почему это так важно? И вот здесь принципиальный вопрос, который, мне кажется, крайне важен. Да, мы работаем на секунды. Информационное агентство у всех один шаг. Мы работаем на время. Но для меня лично, повторяюсь, я говорю со своей личной точки зрения, достоверность, точность и стопроцентно гарантированная объективность информации важнее скорости. И если, да, мы обязаны не проигрывать в тех вопросах, где счет идет на доли секунды иногда, когда касается каких-то там мировых событий. Вот сейчас, например, допустим, пока мы с вами разговариваем, все мировые СМИ застыли в ожидании подсчета в тех или иных американских штатах голосов кандидатов президента. И кто первый сообщит, что один из двух кандидатов набрал искомые 270 голосов. И, конечно, кто-то сорвет эту самую ленточку первого сообщившего. Конечно, это репутационно очень важно. Но, повторяю еще раз, достоверность стократно важнее скорости. Скажите, пожалуйста, а вот служба, которая сейчас называется модным иностранным термином факт-чекинг, у вас как она устроена? Она всегда была. У нас достаточно сложная процедура, она быстрая, но сложная. Прохождение информации, вот приходит сообщение нашего корреспондента, условно говоря, в Вашингтоне. Она получает, получается, наша редакция Соединенных Штатов Северной Америки. Сообщение, так сказать, форматируется, передается, так называемый, главный выпуск. То есть у нас несколько степеней проверки, вплоть до главного выпускающего, кнопка которого и запускает это сообщение в мир. Но вообще, я вот приведу пример, я вот часто привожу, как сегодня тяжело бороться с фейками. У меня есть такой, так сказать, ну что ли, пример такой, несколько лет назад, лет шесть назад, я был командиром, как сейчас помню, позвонили, на сайте одного из самых уважаемых мировых следств массовой информации, и уважаемого информационного агентства Associated Press, появилось сообщение. Это было в период президентства президента Обамы. Президент Обам в Белом доме взрыв, президент Обама тяжело ранен, находится в принципе. Это было сообщение, хакеры взломали сайт Associated Press. И в ближайшие же секунды несколько тысяч информационных ресурсов по всему миру распространяли это сообщение. К моему глубочайшему сожалению, и на ТАССовском ленте это сообщение появилось, и оно провисело почти три минуты. Да, это было, потом американцы быстро выяснили, это не были какие-то там слишком, так сказать, сложные, какие-то особые запрограммированные хакеры. Нет, это просто хулиганы были. Это американцы быстро нашли. Но факт остается фактом. Как опасно, хотя, по-третьему, как опасно сейчас, как важно защищаться и проверять на то, что сказали факт-чекинг. И, кстати сказать, я это скажу вот сейчас в открытом эфире, у нас два сотрудника потеряли работу именно потому, что они предпочли срочно, срочную публикацию этого фейка, проверки его. С одной стороны, они поступили во имя, что называется, скорости. Но в итоге они, так сказать, пошли на поводу вот этой самой ложной... Это трагическая история. Но я ее привожу к примеру потому, что, как важно сегодня в профессиональном мире, в мире, где счет дает на секунды, а в информагентство дает на секунды, вот то, что вы сказали, быть сверхбдительным. И вот если вы скажете, какой мой совет моим коллегам-информационщикам, работающим в рациональных агентствах, я повторю словами, ну, со времен войны известными. Будьте бдительны. Но мне кажется, что смерть Обамы, это даже не самое страшное, что может приключиться с информационным агентством ТАСС. Поделитесь секретом. Какой самый страшный случай с фейками касательно российской политической жизни был в вашей карьере? Нет, ну, вы знаете, в ТАССе не бывает ошибок, поэтому в ТАССе, так сказать, фейков я был никогда, но я вам расскажу историю, очень для меня важную, очень важную. Многие-многие годы, и, кстати, сказать, я думаю, что для наших коллег это будет интересно. В ТАССе работал выдающийся журналист, блистательный человек и писатель Алексей Букавлов. Он работал нашим корреспондентом в Риме. И очень многие знают, он итальянист от Бога, он написал книжку «Пушкинская Италия» и так далее, и так далее. Он год назад ушел из жизни, мира его памяти. Он был, кстати сказать, единственным из всей Восточной Европы журналистом, который был в пуле Папы Римского, летал с римским Папой в поездки на его борту. И он работал с четырьмя Папами Римскими. И вот, когда уходил из жизни его святечество Папа Иоанн Павел, который в миру был Карлом Войтелло, он уходил тяжело, долго. Алексей Михайлов Букавлов его хорошо знал, они много встречались, я тоже с ним встречался, кстати сказать. И я, как сейчас помню, я находился на одном из телевизионных каналов, а это уже были последние, реально последние минуты жизни римского Папы. И вдруг по экрану, а я был в аппарат на одного телевизионного канала, и на экране побежала строка бегущая, что Папа скончался. И, ну, это было ожидаемо, и не вызвало ни у кого даже, так сказать, реакции особо. И вдруг у меня раздался телефон и звонил Букавлов. И просто криком кричал. Говорит, это не так, он еще живет, хотя ему оставалось же считанные минуты, подчеркивали, даже не часы. Но Букавлов, как в высшей степени профессиональный человек, посчитал, и он сказал, это не так, остановите эту вакханалию, он еще живет. Но жить ему оставалось меньше часа. Вот, на мой взгляд, вот этот трагический случай и пример, в общем, для меня трагический, говорит о том, как важна точная информация, безупречная, даже в такие трагические минуты, хотя, еще раз повторяю, ему оставалось жить меньше часа. Да, это потрясающая история, на самом деле. Я тоже знал Алексея Букавлову достаточно хорошо, мы общались, ну, давно уже, правда, поэтому, конечно, был замечательный человек. Спасибо вам большое, Михаил. Я бы хотел предоставить слово Австрии Юлии Эгер, журналисту и соучредителю исследовательского центра памяти. Она очень много делает для того, чтобы рассказать правду и о Второй мировой войне, и о том, как живет часть русского мира в Австрии. Наш постоянный автор нашего журнала, Юлия, вам добрый день, доброе время суток, вам слово. Здравствуйте, здравствуйте, приятно мне, что меня пригласили на эту конференцию, я на самом деле, на этот круглый стол, я на самом деле только понимала, какая публика будет здесь, и в зависимости от этого готовилась немного к другому докладу, ну да ладно. Да, исследовательский центр память существует, существует, наверное, пять лет уже, и, собственно, наша основная задача, да, это некоммерческая общественная организация, которая не зарабатывает своих денег, ну, я не могу назвать это хобби, потому что та работа, которую мы ведем, это научная работа, я по образованию педагог и журналист с огромным опытом работы в печатных и электронных СМИ, и вот вы видите в начале подписи еще и радио.ру, несмотря на то, что мы находимся далеко за пределами России, мы смогли открыть русскоязычную радиостанцию, чему вот Латвия наверняка может, не только Латвия может, позавидовать. Ну да ладно, давайте к теме фейков и так далее, я не стала коллекционировать фейки, и, собственно, этим у нас занимаются фейками и так далее, не занимается никакая организация со стороны Австрии, то есть у нас нет никаких антифейковых комитетов к нашему счастью, к нашей радости. Что касается фейков, я возьму свою тему, касающуюся Второй мировой войны, я называю этот временный период именно так, если бы я была в России, я говорил бы иначе. Здесь можно говорить как о манипуляциях, то есть долгосрочной истории, которая тянется из года в год, ну и конкретных фейков. Вот конкретных фейков на тему военных событий, на тему Второй мировой войны в Австрии мною не обнаружено. Вероятно, есть какие-то, где-то на каких-то странных сайтах они и появляются, но, к счастью, поисковые системы их не считывают. Что касается фейков, которые иногда проходят по соцсетям с рассказами об общениями одного конкретного случая с привязкой к большому количеству людей, такого очень-очень-очень много. Я совершенно согласна с Михаилом Сламоновичем в том, что да, включать внутреннего цензора, ну, наверное, можем мы, журналисты, а как объяснить это нашим читателям? Я спрошу сейчас у организаторов, могу ли я включить демонстрацию экрана и показать пару вещей, которые мы сделали, и, может быть, кому-то это будет интересно. Давайте, конечно. И слушатели. Ну, во-первых, мы говорим о том, что место производства и происхождение фейков для меня, как для журналистов, очень важно. Ну, во-первых, это территория виновных, во-вторых, это территория жертв, и, в-третьих, это территория, которую формально сложно отнести к той или другой категории. К этой категории я отношу Австрию. Московская конференция, 43-й год, доктрина жертвы, это такой основополагающий миф, я не скажу фейк, но миф австрийского общества, с которым австрийское общество жило очень-очень-очень много лет. А последние годы, которые я наблюдаю за ситуацией, происходит много нового и интересного. И вот пандемия сделала свое дело, я включаю сейчас демонстрацию экрана, я не знаю, вы увидите сейчас, наверное, себя, а потом вы увидите. Вот такой монитор вам виден, наверное, да, здесь дисролики? Это совершенно потрясающий проект, который сделал мемориальный комплекс Маутхаузен. Это образовательный проект, который рассчитан на конкретную целевую аудиторию. Вот здесь внизу написано, для какого уровня возрастного, для среднего или старшего уровня рассчитано это видео. И это ролики очень небольшого хронометража от 5 до 10 секунд, рассказывающие о конкретном месте, событии, историческом факте и так далее, связанными с концлагерем Маутхаузен. А внизу есть такие вот листочки, которые можно скачать в зависимости от уровня образования школьников. И это означает, что в зависимости от уровня их компетенции, исторической компетенции, от уровня их социального и так далее опыта. И эти видео произведены совершенно потрясающим образом. Здесь сотрудники, волонтеры и так далее, которые работают, имеют отношение к мемориальному комплексу Маутхаузен, они просят детей давать ответы, школьников, студентов давать ответы на вопросы, которые в этих листочках обозначены. При этом во время видео они просят остановить это видео и посмотреть что-то, вернуть назад. Это потрясающий ресурс, который, к сожалению, только на немецком языке, но это потрясающий ресурс, который можно использовать и можно нечто подобное сделать и на территории Российской Федерации, где угодно, независимо от того, где мы с вами живем. Но это вот я сейчас только Лады, Слава, подтвержу, были на эти деньги. И, собственно, вот этот проект учит школьников дифференцировать ту самую информацию, ее трансформировать, пропускать через себя, через историю свою личную, через историю своей семьи. И, соответственно, в итоге те фейки, которые могут появиться в сети, либо уже появились, дети, конечно же, в итоге будут анализировать совсем иначе. Ну и, безусловно, в педагогическом, да и не только в педагогическом процессе, вот эти все ресурсы, ресурсы, которые сделаны и за границей, и у нас на родине, я имею в виду в России, их использовать можно и нужно. Есть еще один ресурс. Это проект «Волонтеров Победы. Слово Победителя». Здесь волонтеры из разных стран записывали видео-интервью с участниками Великой Отечественной войны. Смотрите, здесь 3533 видео. Это огромное количество видео. И, в общем, с одной стороны, это очень интересно, с другой стороны, для меня, как в Австрии принято говорить хобби-историк, у меня нет исторического, у меня нет ученой степени по истории, поэтому я называю себя хобби-историком. Поэтому, анализируя вот эти видео, прихожу к потрясающему выводу. Конечно, память человеческая, 75 лет прошло, люди в возрасте, использовать вот этот источник как источник информации для преподавания истории ни в коем случае, конечно же, нельзя. Но чего не хватает мне, я бы могла использовать эти источники в своей работе, но чего не хватает мне, здесь не хватает некого методического материала для того, чтобы эти источники анализировать. Я могу это сделать здесь. Наверное, историки наверняка это могут сделать в других странах. Потребитель, на которого, наверное, рассчитана эта информация, этот источник может использовать исключительно как источник простых человеческих воспоминаний. Что мы сделали на своем сайте и чем мы можем помочь, как мы можем помочь бороться с фейками? Я, когда к сегодняшнему дню готовилась, стала листать ленты и смотреть, просто, где ИЦ память упоминается. Мы не мониторим публикации, мониторим исключительно то, что проходит по информагентствам с упоминанием ИЦ память. Так вот, когда появилось 75-летие победы, очень важная дата, апрель, конец марта, апрель и начало мая 45-го, это середина марта до мая, это венская наступательная операция. И когда я читала все, что там пишут всякие разные даже СМИ, чудно мне стало и удивительно, что простые даты, с которыми связаны дальнейшие и последующие действия, события, имена и так далее, в них есть огромное количество ошибок. В общем, решили мы, у нас давно были собраны сводки Советского информбюро, и нашелся человек, который перевел их на немецкий язык, и когда мы смотрели статистику нашего сайта, мы видели, что эта часть стала посещаемой иностранными гражданами. И вообще вот это вот ведение всего на иностранных языках, как минимум на английском, нам, конечно, симпатично немецком во Франции, во Франции на французском, эта часть, она настолько интересна и полезна, что мы совершенно не сомневаемся в том, что мы это сделали, что мы это используем и так далее. Есть еще одна часть, это те самые клише, которые принимают форму фейков, манипуляции и так далее, с которыми в Австрии мы не боремся, но пытаемся мягко и осторожно объяснить, что на самом деле это не так. Два клише, одно наверняка слышали все о роли советской армии в освобождении и советских солдатах-варварах, это одна история. И второе клише, это 26 октября, национальный праздник в Австрии, когда независимость была внесена в Конституцию Республики. Так вот, в отношении этой даты существует потрясающая фейк-манипуляция, клише, как хотите назовите, что в этот день советские солдаты, последний советский солдат покинул Австрию. На самом деле, конечно, мы знаем источник этой публикации, но молодых людей и русскоязычных сообществ об этом, конечно, нужно информировать. Что касается взаимодействия, о котором я говорю, я не знаю на скольких уже конференциях Русского мира и всех других, и ВАРПа и так далее, взаимодействия организаций за границей, которые ведут вот такую исследовательскую работу, как мы, и Россия, и школ. Ну, в общем, этого не случилось из прошлого года, но в этом году, несмотря на пандемию, ограничения и так далее, мы сделаем вместе с Российским Центром науки и культуры, наконец, то, благодаря чему мы в прошлом году были в Ярославле. В том числе мы сделаем виртуальную экскурсию по музею в Ярославле, по одному из музеев Ярославля, какому не скажу, но приглашу обязательно это «Русский мир». И это та же история, которая позволяет нам привлечь ко всему, к исследовательской деятельности наше молодое поколение, которое живет в тех самых соцсетях, которые я никогда не считала и не буду считать СМИ, но, тем не менее, оно имеет огромное влияние на молодое поколение, и мы попробуем молодому поколению рассказать некоторые вещи, которые они не прочитают в сети, но смогут поделиться информацией в своих социальных сетях. И поделиться этим им будет интересно, поскольку эту экскурсию будет делать молодежь и будет делать достаточно интересную, в абсолютно новой форме. Я, на самом деле, очень быстро рассказала о том, о чем не хотела рассказать. Да, спасибо вам большое. Готовы ответить на любые вопросы. С интересом ждем этой вашей экскурсии. И как вы пытаетесь приспособить информацию к тому, чтобы ее воспринимало молодое поколение, это приятно. Некоторые тактические хитрости, так сказать. Ну что ж, надеюсь на новые публикации в нашем журнале. А как же. Поэтому сейчас я хотел бы передать слово еще одной представительнице журналистского нашего цеха, Али Березовской из Латвии, общественный деятель, журналист. Алла, вы с нами? Спасибо большое, я с вами, очень приятно. И если мы сегодня говорим о фейке, о том, что происходит в наших странах, я бы хотела сказать, что сегодня мы, русские жители, которые сохранили любовь к своему отечеству и верность ему, мы сегодня порой себя чувствуем какими-то подпольщиками в пилу врага. Русским запрещено сейчас учить своих детей в бывших русских школах, запрещены праздники, на которые можно раздевать советскую военную форму, использовать вообще советскую символику, укладки, гербы. Мы должны принять закон о запрете георгиевской ленточки, собираются только, что буквально два дня назад СМ рассматривал инициативу национальных политиков о введении запрета на предвыборную рекламу, агитация на русском языке, тоже даже в русских газетах и на радио. Кстати, Юля, у нас есть радио, довольно и каналы на русском языке, и телевидение. В Латвии они пока еще есть, но они постоянно находятся под сильным прессом. Фишка в том, что мы открылись только-только, мы 28 мая начали вещать. В этом прелесть, да, несмотря на, вопреки всему. Да, новое здесь не открывается, старое вот-вот будут прикрыть. Ну, в общем-то, все за прошедшие четвертяты, я к чему-то говорю, что в умах нынешнего поколения уже довольно крепко такая мысль укоренилась, что русский в Латвии – это наследие советской оккупации. Это сегодня довольно такой расхожий кейк, наследие оккупации русские здесь, которые живут здесь на территории чуть ли не с 12 века. И вот, что особенно неприятно, в эту версию уже верят не только латышские молодые люди, но и достаточно большое количество детей из русскоязычных семей. И это, видимо, такие горькие платы школьной новой реформы и идеологии, в соответствии с которой Советский Союз – это такой же агрессор, как и нацистская Германия. 9 мая просто одна оккупация сменилась в другой. И вот эта вся официальная идеология, она направлена на искажение истории Второй мировой войны, о которых я тоже сейчас говорил, и о том, как здесь это интерпретируется. Поэтому это такой мы называем исторический фронт, в котором сегодня тоже нам приходится участвовать. Используются обычно такие довольно действенные технологии, уже отработанные. Это еще в 2007 году, когда президент Латвии в аэродепутатии, она назвала конструкционный лагерь Саловки воспитательно-трудовым. Тогда ее слова были вызваны, вызвали, конечно, такую бурную дискуссию, возмущение в обществе. Но это был в своевременной такой сигнал историкам, воспринятыми, и он начал работать. Появилась куча исторических исследований и сборников, говорящих о том, что все, что раньше говорилось, бросалось, что это все была пропаганда советская. На самом деле все было не так, и все не так страшно. Мемориальный комплекс закрыли на длительную реконструкцию, когда по ее окончании от прежней экспозиции, когда мы туда пришли, в том числе практически ничего не осталось из нее. Исчезли стенды, рассказывающие о массовом уничтожении улдников лагеря. Ни фотографий, ни документов, ни протокол в случайной комиссии уже там этого нет. Авторы нынешней экспозиции, они умалчивают о том, что вокруг лагеря было обнаружено 7 массовых захоронений, а также огромное пепелище размером 25 на 27 метров, массой обгоревших детских костей. Нет запоминания о том, что у маленьких детей в лагере выкачивали крот для раненых бойцов вермахта. Хотя вот эти бывшие узники лагеря, малолетние узники бывшие, они до сих пор живы. Это живые свидетели, саустелки, они рассказывают, как это было, но историки латышские, в ответ на их рассказы, они уклончиво ссылаются на отсутствие документации, а что касается детей, то, как говорят, что дети этого помнить уже не могли. И поэтому, как вот и наш краевед известный Влад Буков написал, что новая экспозиция Саустовского мемориала, это прогулка по старству абсурда, где дети, пригданные из Белоруссии, рассказываются о своих учителях лучше, чем о родителях, да и выглядят они такие сытые и счастливые, как латышские легионеры СС. Это материалы и документы, там сейчас подобраны таким странным образом, что этот лагерь смотрится, как такой чуть ли не санаторий, немножко такого строгого режима. Заключенные получают посылки, письма, поздравительные открытки. Ну и не говорится о том, что, ну да, это только малая часть, там буквально, значит, латышские заключенные, которые за какие-то правила тоже были отправлены в САЛО, с ПЕС-1, они служили в хозяйственной обслуге, да, они получали там посылки и открытки. Вся остальная часть, подавляющая, она просто пухла от голода и болезни, питалась вообще каким-то зеленым ужасом, похлебка из травы и из корызу будут. Но это вот такой, наверное, типичный, современный образец исторического кейка. Ну, какая может быть альтернатива? Альтернатива может быть только, наверное, правда, поэтому, конечно, мы тоже готовим и публикации в социальных сетях, и по-моему, они различаются. Алла, а прости, пожалуйста, Алла, а в социальных сетях какая была реакция вот на эту историю с Саласпилсом? Ну, в принципе, возмущение, конечно, оно было вызвано русскоязычного населения, которое раскинулось. Многие стали рассказывать про своих дедушек и бабушек, про своих там родственников, которые прошли через эти лагеря, совершенно другие истории рассказывали. И создалось сразу же несколько групп в социальных сетях, которые посвящены Саласпилскому лагерю. Вот туда все истории, там фотографии выкладывают и так далее. И это постоянная экспозиция вот там сейчас, в этот виртуальный, как бы настоящий музей, он сейчас вот и существует в противовес тому, что там есть. А как ты думаешь, на Латышей это произвело какое-то действие? Нет? Мы с Латышами живем в совершенно разных информационных полях. Ну, вот я как раз хотел спросить, да, наверное, это все два разных информационных поля для русских. Хотя они это как бы отрицают, но у нас совершенно двухобщинное общество, и причем одно совершенно не волнует, что делать другое, но при этом одно из этих обществ постоянно пытается воспитывать другое. и рассказывает им, как надо учить детей, какую надо историческую память иметь и так далее. Но дискуссии какие-то проводятся, ну, довольно такие сферы. Я бы еще хотел сказать, вот, наверное, вы тоже знаете, следующий фейк – это вот легионеры в Афан-СС, которые, конечно, воевали независимо от Латыши. Это вы тоже прекрасно уже слышали. Вот как мы можем этому противостоять? Мы этому пытаемся. И, опять же, в социальных сетях идет. Это масса вообще интереснейших порталов, где проводится вот такая воспитательная, что ли, работа. Это вот уроки мужества, на которых вот в канун как раз тоже с двухлетия рассказывалось о Латышах, героях Великой Отечественной войны, которые воевали на стороне Красной Армии. Причем потрясающие судьбы, потрясающие герои, которых сегодня не упоминают наши официальные власти, но мы нам показываем воинские захоронения, где фамилии, там, в основном, латышские, освобождали Латвию, кожу и тиши. Почему от сегодня их нужно скрывать? Кстати, вот такой интересный ход, я думаю, что придумал автор портала Русского Союза Латвии. Они нашли вот в этих воинских захоронениях мина и однофамильцев, нынешний правящий латышской элиты. Например, вот у президента Латвии, Левица, на браке Латвичах есть, по меньшей мере, два героя-однофамильца, отдавших свою жизнь за спомогу Латвии. И вряд ли наш президент когда-то вообще о них слышал. А есть действительно героические Левицы. Вот, например, такая фамилия, как Шноров, вы, наверное, тоже ее услышали. Он уверен всем, что он назвал тут русских в Шаме. Да, такая нарезательная фамилия. Но, между прочим, кто-то фамилию позорит, а кто-то ее прославляет. Вот наши как раз ребята, они нашли шестерых героических Шноры, удалось обнаружить в советских лоинских захоронениях. И, значит, есть однофамильцы, герои Красной Армии, среди министра обороны Латвии Пабрис, который Пабрис такой известный вообще деятель, который публично пославляет. Георгий Анира ФССР ни одного доброго слова вообще не сказал про свои... По-моему, это прекрасный ход нашли в Латвии. Действительно, очень так действенный, эффективный, я думаю. А вот еще, ну как вот, что касается на латышскую аудиторию, мы тоже следим, потому что, хотя они постоянно утверждают, что русские вообще ничего не понимают, конечно, русские тоже читают и латышские стальни, и все эти прессы. Ну вот были интересные у них, значит, теки, связанные с вопросом культуры. И молодым людям пробывают в Латвии, разъясняя им российские фильмы, и книги, и подчеркивая, что в них не правило. Ну, например, вот такой фильм замечательный был, «Легенда 17», как и в Валерии Павловой. Вот, как его разъясняли нашим латышским молодым людям, и написали, что это чистая пропаганда, потому что канадцы, ну как можно было так изобразить канадцев, как будто они тут с дерева слезли, это вообще безобразие, поэтому это чистая пропаганда. Досталось фильму «Движение вверх», тоже было отнесено, разъяснялось, почему это все неправда, и появились в латышской информационной и медийной эфире, появились специальные проекты, сейчас они есть, для разоблачения российской пропаганды. Это вот такие рубрики, называется «Срываем маски». Вот под этой рубрикой идет рассказ о каких-то деятелях российских, о какой-то акции «Развенчиваем ложь». Вот недавно, значит, мы отвечали, 13 октября, день освобождения Латвии, мы отвечали реконструкцию форсирования Кишозера, и рассказывали, как это было, вот в 44-м году, в октябре и так далее. То есть, спустя там неделю, вот под маской «Срываем маски», рассказывала, что вообще это все неправда, Рику к этому времени уже давно немцы ушли, ее не надо было вообще освобождать, ее не надо было форсировать, а мы все врем. Ну вот на вот эту вот как раз такую, на борьбу с российской пропагандой, из фонда интеграции общества было потрачено в прошлом году до 700 тысяч евро, для того, чтобы вот разоблачали. Ну, что-то мало, мне кажется, есть опыты гораздо более мощного распила, конечно. Бьюаргейм, для нас это, конечно, видит совершенно немыслимое, но вот такие латышские передачи, как «Теория лжи», «45 тысяч», «Деконструкция лжи», «Не верьте сказкам из интернета», тоже из того, что перепало, и русским СМИ к их чести не досталось накопить. Алла, скажите, пожалуйста, а вообще вот в перспективе на каком поколении может, если может произойти вот эта интеграция двух разных информационных пространств, в котором живут русские, Латвии и латыши? Или это невозможно? Или всё-таки какие-то… Я не могу назвать это интеграцией. Или всё-таки всё больше пересечений каких-то у молодых людей возникают? Или всё-таки это вот как вот одни и другие, одни и другие, между ними такая информационная стена? Как вы это видите? Определённая ассимиляция, такая принудительная, она даёт уже свои плоды, и мы это видим, появились уже среди русской молодёжи ребята, которые тоже говорят, да, что это оккупация, что это там Сапки, это Раша, да, то есть они говорят примерно в таком же языке. Ещё добавилось, наверное, от эмиграции, которая сейчас из России, тоже устремилась, а в государстве, которые пытаются, видимо, как-то своё положение упрощить именно тем, что очень сильно ругает вообще Российская, к сожалению, и это отражается. То есть пока интеграции не происходит, потому что всё равно молодёжь-то сейчас такая, она вообще-то продвинутая, она и интернет этот может перелопатить вообще на сквозь и дойти правду, они это сделают. Поэтому пока как бы достаётся в основном тем, кто пытается это всё разоблачить. Вы, наверное, конечно, тоже прекрасно знаете о делах Гаконенко, Лидермана, Алексеева, Килеева, Килеева, которых наказали только за то, что они вот просто высказали совершенно с мною, чем это сейчас рекомендуется, точку зрения, и тем не менее против них сейчас уголовные дела развязаны и так далее. И это тоже называется вот работа пропагандой, идут процессы. Ну вот что интересно, знаете, что вот буквально на два или три дня назад было у нас за штрафом на 8 тысяч евро популярное в Латвии радио Болтком. Мне кажется, что и Михаил Гусман как-то там давал интервью. Это радио русское. Но я надеюсь, не за Гусмана они... Вот, до Жириновского, вы не поверите, за Жириновского. Штраф наложили в связи с интервью с российским политиком в прямом эфире с Жириновским, который отвечал значит на вопрос журналиста. И, так сказать, а, кстати, до этого, на этом же радио выступали вообще очень известные российские оппозиционные политики, диссиденты, которые, естественно, там укрыли, ругали российские. Им было все в порядке, а до Жириновского прилетело аж на 8 тысяч. И глава Национального Совета, который, значит, на канал пояснил, что это делается для безопасности информационного пространства Латвии. Понятно. Оказывается, вот, значит, на такую сумму он на эту безопасность дорожил. И тогда хозяин страны, ну, а что ж вы его-то не оштрафовали? Журналист, он просто взял свою работу, не задавал ему вопросы. Оказывается, журналист должен был реагировать на антигосударственные заявления гостя. А он, в общем-то, не отреагировал. Это новая, это новая трактовка в деле, в жанре интервью, конечно, новая трактовка. Я такое еще не слышал. Оштрафовали наш первый Балтийский канал, там немножко 3000 за то, что они где-то российские телевизионные новости, сейчас же здесь запрещены, они где-то там включили какие-то новости, за это вот их оштрафовали. И еще какие-то там нашли нарушения и предупредили, что в следующий раз литензия им будет аннулирована. Понятно. Вот вы себя как-то назвали солдатом информационного фронта. Я вот вижу, вы там вообще действительно на переднем крае. Это видно и по вашим новостным репортажам. И мы тут приняли решение в генеральном штабе повысить вас, присвоив звание лейтенанта информационного фронта. Только латышким властям не говорите об этом, а то они вас оштрафуют. Служу правде, скажу так. Служу правде, потому что единственный способ все-таки разоблачать эти сети это вообще говорить правду. Например, у нас, знаете, русское радио есть такой радиопит. Его сейчас заштрафовали на 5 тысяч за то, что оно не обеспечило разнообразие мнений и принцип нейтралитета в своих инструкционных аналитических дискуссиях, допустив выражение только одной точки зрения. Знаете, это вообще просто прелестно, поскольку мы-то живущие здесь прекрасно знаем, что ни на одном из местных латышских каналов невозможно услышать представителя какой-то русской партии, оппозиционных русских движений, не говоря, что там Гапоненко, Лендермана, это ужасно, когда в жизни они пригласят. Все там громко вообще дуют в одну дуду. Между прочим, я сама неоднократно обращалась к примеру латышской газеты «Неоткорида», которая с просьбой опубликовать там какое-то мое мнение в ответ на выпады заместителя редактора в этой газете. Такая русоповка вообще, отчаянная, кстати, бывшая комсомолка. Мы когда-то работали в комсомольских газетах, только она в латышской, я там, в русской. она постоянно вообще с такими оскорблениями в адрес русских жителей, что я вот пару раз вообще пыталась как-то свое мнение высказать, что так это вообще нельзя. Но никто это, кажется, не опубликовал. Зато вот эта особа, она, например, вместо того, чтобы организовать дискуссию, она написала донос в службу госбезопасности на молодого рижского филолога Александра Килея за то, что тот у себя в социальной сети, на фейсбуке, на страничке написал какой-то пост о событиях июня 40-го года. Ну, дискуссионно, я ничего не говорю. Написать за него за это донос, теперь полиция как уголовное сделал, сейчас идет суд, вот сейчас его судят за то, что он значит оккупацию, что он прославляет оккупацию. Ну, это любопытная история, напишите об этом, небольшой рассказ. Она просто мстит за свое комсомольское прошлое, так бывает с некоторыми политиками балтийских стран. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, Аллочка. Спасибо. Я хочу предоставить слово Марине Ердаевой, она из России, наш автор, вот, много пишет, пишет хорошо на разные темы. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. вопрос к вам. Как вы детям своим объясните, что такое фейк, что такое хорошо, что такое плохо, как отличать фейк от правды? А может быть, фейк не надо вот как-то отторгать и там вычеркивать, закрывать на него глаза? Знаете, вот как нас в советское время, нас так ограждали от всякой враждебной пропаганды, а потом она на нас обрушилась одномоментно, и многие оказались не готовы, не имели прививки иммунитета, вот как к коронавирусу не имеет иммунитета, так и к этой западной пропаганде или там восточной пропаганде тоже не имеют иммунитета. Может, раньше надо прививать, показывать так маленький фейк молодому человеку, говорит, вот смотри, потом побольше фейк ему показать, потом совсем большой показать фейк, и он тогда получит огромный иммунитет. Как у тебя получается градуировать? Как вакцина спутник В. Можете ближе к микрофону немножко? Да, вас плохо слышно. Плохо слышно. Немножко ближе к микрофону, было бы здорово. Сейчас хорошо меня слышит? Да, Да, вот я говорю как раз о том, что я бы хотела поднять такую тему не совсем фейков, а невольного такого искажения информации в соцсетях. Потому что она-то нескажает в любом случае. Вопрос только в степени. Но в этом смысле есть определенные критерии, на что стоит доверять информацией. И эти критерии, они подходят как фейкам, так и невольному искажению. Но я бы хотела начать так, издалека. Но только не очень издалека, потому что мы все-таки во времени ограничены. Я повторяюсь кратко. Как вам считает общественная жизнь? мирный поутим, под уголовок тема. На истории и политике я основной не хочу, но такая неотвратная тема. Интересный очень феномен, потому что что такое все социальные сети? Я думаю, если не брать в расчет какие-то коммерческие группы, рекламные сообщества, страницы, функции, на мой взгляд, две основные. Это общение и самопрезентация. В этом смысле люди, например, уже говорят о том, что социальные сети это такое приватно-публичное пространство. То есть общение это то, что больше имеет отношение к приватности. А публичность это то, как мы сами себя демонстрируем, демонстрируем в том, что себя. И, конечно, в этом смысле всегда информация преломляется у пользователей специальных сетей. Это как люди публичные, к которым мы все привыкли, и обыватели, о которых сходу мы поговорили, обыватель он какую-то там свою историю рассказывает для узкого куба своих друзей. При этом обыватель он может хотеть стать более публичным, стать блогером каким-то. При этом если ему повезет, если какая-то его история действительно вышелит, он становится этим блогером и совершенно при этом ни за что не отвечает. Нет никакой репутации. Если говорить об информации, которую мы получаем от общественных сетей, от каких-то публичных деятелей, то это тоже информация все-таки более не про сапты, а про интерпретацию событий, про мнения. То есть тоже нужно быть достаточно осторожным в усвоении этой информации. Я бы хотела поговорить о своеобразных факторах, которые эту информацию пока искажают. Ну, во-первых, первое, самое важное, это, конечно, источник. Если мы говорим о человеке маленьком, который вдруг получил какую-то свою минуту славы и стал героем даже вовсе таких, то мы в общем-то ничего не можем, пока с ним поработают журналисты, корреспонденты, так, что его информацию не переработали. Если говорить опять же о людях с семенем, то нужно все-таки обращать внимание еще на цель высказывания. То есть они высказывают мнения, они высказывают что-то на определенную какую-то свою аудиторию. Аудитория это второй фактор. Мы все сейчас немножко такие же аргитированные. У нас у каждого своя лента. И для человеком профессионально работающего информации, для журналистов вот эту ленту ее нужно настраивать буквально сильнее боли. Нужно подписываться на людей, которые даже не в любви по каким-то мембозрениям, чтобы было это многообразие мнений, чтобы это для действий. Я всегда подписываюсь на парочку врагов обязательно, чтобы знать, что это интересно, даже если это не для работы. И вот третий момент, мне кажется, очень важно, фильтре восприятие в интернете в виде эмоционизма. Такое словечко, конечно, осталось, но я его тоже подхватила в индустрии, иногда для того, чтобы описать в интернете именно оно. Потому что, знаете, бывает, как бурят с катаной водой, а эмоции через край. Вот сказать, эмоции через край это такой важный показатель как для откровенного фейка, так и для какой-то невольно искажаемой информации. Ну, потому что за эмоциями часто разум включается. Я вообще хочу привести в качестве примера две истории. Одна история стала, повлияла вообще на, формировала местную новую повестку в обществе, а другая история скорее-то умело встроилась в тренд, возможно, для того, чтобы инисатор этой истории получился в какую-то посленную выгодность. Давайте начнем с первой. Весной 19-го года в Существе получила новость о гитре молодого премьера Яндекс Люды. Субтинец сервис умер от сердечного премьера после десятой смены. Новость пришла вообще из закрытого паблика ВКонтакте, а попала в итоге десятки газет. И вот эта история обозначила довольно-таки новую проблему о нарушении трудовых справ в итоге сервер быстрой доставки. И от этой частной проблемы в конце концов пришла к тому, как вообще построить трудовой рынок России. Какова у нас специальная серия? Что у нас безработица? Что с этой безработицы? Там альтернативный сервис доставки древних реклам организовала свою рекламную компанию. Очень неоднозначно может быть помнить вас. Вас заказ доставит журналист, вас заказ доставит актер. Это тоже добавило своих здравежек, стали говорить о том, почему у нас говорят так много людей, профессионалов невоспредованных вынужденных сетей и какие-то непонятные серверы. И вот эта история на самом деле она поставила очень много важных и важных вопросов. В конце концов еще более глобально стали откуда эту проблему, говорили о том, что такое платформенная экономика, мы знали она нам, и как ее развивать, если она хотела регулировать. А потом произошла еще одна история, связанная с сервисами доставки, но очень на самом деле отдаленно. Появились сутки кограти девушки курьеров. Вот она идет, у нее желтый шмодан за стеной и таки коляски. Потом еще фотография, она из метро, у нее уже зеленый шмоданчик, на руках у нее младенец, и рядом ребенок еще двух лет. Естественно, это такой был эмоциональный шок для людей, как молодая девушка, тоже в ее жизни производства, она была пойти в этот сервис. А про эти сервисы мы уже знали, что там мало платья, постоянные штрафы какие-то. В общем, нет хорошей жизни понятности. Люди стали переходить на какие-то другие прорезы, нашли ее прорезы, там она расстрадовала отяга эту жизнь в Москве, в которой она переехала о том, что ее брусин муж такой нехороший, о том, что у нее проблемы со съемным дерьем. И вот эта история казалось бы позже могла организовать какую-то дискуссию очень полезную и важную, но нет, наоборот, это как-то всплынуло, и никаких таких продуктивных вопросов не возникло. Наоборот, люди стали сразу ставить какие-то диагнозы. Все плохо, экономика развалена, социальная сфера не работает и вообще апокалипсис плотает. И вот эта история на самом деле от проблемы увыла. А если все плохо, что делать? Решения проблем нет. Можно вот там сейфу полотенцем продать, что и несчастно, можно еще денег перевести. Что произошло? Несчастная получила за несколько дней порядка миллиона рублей. Она сняла новую квартиру забыть раскладницу прежнюю, она купила сверху, купила новый ноутбук дорогой, и даже мужа, который как выяснилось, никогда не уходил обе сиренцем податками, она порадовалась. То есть, ну, потом, конечно, все это открылось, стали девушку обвинять в мошенничестве. Была ли она мошенничество? Я мошенничество? Девушка была молодая. Я вижу ее как жертву вот этой вот альтернативной реальности как некую героиню реалии сирковой, которую она сама себя мучила. Возможно, она просто я думаю, даже не ожидала, что это кто-то зайдет, а раз на нее это кто-то свалил, он смог и воспользоваться в самом деле. И вот сегодня Трумэния на самом деле живут в интернете как в неком активном новом дивном мире. Придуруют себе новую реальность живут в ней и так как ее признатуют. А мы как потребитель информации нам нужно что-то с этим делать на самом деле и не только фурналистам, но и другим обывателям, потому что их из них вытягивают эмоции, из них вытягиваются эмоциональные решения, какая-то помощь, какие-то действия, какие-то действия. Что нам этому можно противопоставить? Я думаю, только какое-то критическое мышление и умение задавать вопросы. Но критическое мышление не зарабатывает столько денег, согласитесь. Да. Умение тогда сформулировать какие-то мясные вопросы. Для меня еще один признак информации это когда я прочитала что-то и у меня нет вопросов кроме какого-то что вообще-то используется или что-то никакое. Да. эмоции заглёстывают, а вопроса нет. А вот когда вопрос начинаешь задавать, один в другой чек, и там уже сколько-то будет устраивать. Ну, конечно, нужно смотреть, куда источники, откуда информация, какова цель, и как информация влияет на текущую повестку. Тормирует она какую-то новую повестку, или она уже встраивается в какой-то поступающий тренд. Да. Если она встраивается, значит, может быть, она разрабатывается с некими ожиданиями на это, да? Чтобы получить эту последнюю выводить. Ну, вот, я думаю, так. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне кажется, вообще, это хорошая бизнес-идея. Что именно? Издавать отдельное телеграфное агентство, сделать фейк, фейковых новостей. Так есть такие. Отдельную газету ежедневную фейковых новостей и еженедельник фейковых новостей и ежемесячник фейковых новостей. И, в общем, многие люди же, они хотят жить в параллельной реальности, им там комфортно. Но они не хотят, они живут. Они живут в этой параллельной реальности, можно удовлетворить их потребность в таргетированной индивидуальной информации. Они хотят жить, вот, например, там, ну, условно, очень часто, в Америке, в которой победил Трамп. А другие в Америке, И пусть будет Америка, где победил Байден, а будет Америка, где победил Трамп, и они будут жить в этой реальности, и виртуальная реальность станет, наконец, победит в самом делешной реальности, всем станет на земле хорошо. Георгиевич, ты не думаешь, что это сумасшедший дом будет? Почему сумасшедший дом? Всего лишь чип в голову, и всё. Я также хочу анонсировать два ролика, которые мы записали заранее, они будут тоже присутствовать в нашей общей записи. Одно – это короткое интервью с Сергеем Цехмистренко, шеф-редактор журнала СНОП. Пожалуйста, вот вы его можете увидеть. И другое интервью, ещё один короткий ролик, интервью записан с Марией Бутиной. Это та самая Бутина, которая отсидела полтора года в американской тюрьме, сейчас она член общественной палаты, общественный деятель. Мы с ней тоже поговорили на коротке, так сказать, по нашей общей теме. Вы, Сергей Павлович, как шеф-редактор достаточно респектабельного издания, наверное, часто сталкиваясь с тем, что публика довольно неадекватно реагирует на правдивую информацию, и, с другой стороны, воспринимает информацию неправдивую таким гипертрофированным пафосом, я бы сказал. Есть ли тут какие-то рецепты, которые можно выписать, скажем, молодым подрастающим редакторам, что им делать в этом плане, как модерировать контент? Да. Ну, смотрите. Во-первых, к информации в соцсетях нужно всегда относиться с большой осторожностью. Даже к той информации, которую публикуют, казалось бы, известные люди, у нас есть правило. В проекте СНОК всегда есть правило следующее. Нужно для начала связаться с автором. Вот, поговорить с ним, оценить его на предмет даже адекватности, скажем так. Затем начинать проверять ту информацию, которую он сообщил. Не верить ей наставку. Найти тех, кто подтвердит эту информацию, опровергнет эту информацию. Люди не хотят видеть даже очевидные вещи, если они не совпадают с их мировоззрением. Они не хотят даже видеть, что черное – это черное, а белое – это белое. Потому что у него в голове другая картина мира. И эта картина мира, она не укладывается в то, что он видит. Соответственно, неправильно не то, что у него в голове, а то, что он видит и читает. Сколько правильным это не было. Поэтому он готов верить фейку и считать, что это… Но это же совпадает с моей картиной мира, даже если это фейк. Значит, это правда. Я очень много сталкиваюсь с людьми, которых невозможно переубедить в очевидных вещах. Поэтому они верят фейкам. Поэтому это с точки зрения нашей фейки. А с точки зрения их – это вообще сущая правда. Поэтому мне кажется, что в современном мире вообще утрачивается уже граница между тем, что фейк, и тем, что есть настоящая реальность. Потому что то, что мы считаем правильным, другие скажут, что мы все врем. И доказательств никаких они не воспримут. Ну, понимаете, здесь скорее это… То, что вы говорите, это поколенческое столкновение какое-то. Потому что, да, у них такой мир. Вот они живут в этом мире. Они творят этот мир. Ну и что говорить, этот мир с каждым днем все больше и больше принадлежит им. Тогда получается, что абсолютной истины нет. Значит, и тогда вся правда, особенно в соцсетях, она как бы относительна. У одних одна правда, у других другая правда. Уже дошло ведь до того, что фактически нет единого пространства интернета. И каждая страна, особенно крупная держава, она… Вот мы, Россия, стремится ограничить как бы свое пространство рунета. В Америке я смотрю, что на многие сайты американские, кроме как через анонимайзер, теперь не зайдешь из России. Понимаете? И вот получается так, что интернет разделился, на скорые соцсети разделятся. И в одних соцсетях будет своя доминировать правда по каким-то вопросам, а в других, в другой части тех же самых соцсетей будет доминировать своя правда. Вот, например, там российское государство сейчас пытается заставить интернет-гиганты, типа Google, там это уж Facebook, перестать, значит, цензурировать российский контент на российской территории. Потому что они цензурируют, там, допустим, канал «Царьград». Его заблокировали, и YouTube у него заблокировали, и так далее. Но, хорошо, вы не хотите смотреть в Америке «Царьград», блокируйте себя. Почему вы заблокировали его в России? Вот о чем речь. Соцсети разделятся на разные тоже феодальные княжества, значит, и в каждом будет свое понятие о фейках и свое понятие о правде. Но, понимаете, мы сейчас это наблюдаем и с другой стороны. Когда, скажем, точка зрения владельцев этих соцсетей начинает оказывать вот это цензурирующее влияние на контент. Возьмем ту же самую историю там с Facebook, мы статьей New York Post, по-моему, Абайт, которая была. Когда они просто заблокировали, так сказать, любви. Там то, что им не нравится, то, что написано на Абайт. Да, им не нравится. Ну, посоветовали, как опытный редактор, ну, скажем так, молодым пользователям соцсетей, которые приходят туда в поисках информации. Человек, который пытается стать журналистом, он должен во время своей работы отключить ту часть своего мозга, которая связана с его личными, политическими, общественными симпатиями и антипатиями. Он должен взять эту информацию и попробовать ее препарировать, перепроверить с самых разных сторон. Потому что даже самая простая информация в соцсетях, например, кто-то написал, вот, спилили дерево в Москве. Вот. У некоторых сразу начинается в голове, ага, значит, столичная мэрия наступает на права граждан, которые хотят держать свежим воздухом. А этот тополь рос здесь в Москве, там, последние 50 лет, вот, нарушается архитектурный облик Москвы и так далее. Забудь. Попробуй посмотреть, кто спилил, зачем спилил, посадят ли там новые деревья, да, так далее и тому подобное. То есть со всех сторон эту информацию нужно обработать. А уже потом приступать к каким-то собственным выводам. Вы сказали, нужно абстрагироваться от политических пристрастий и предпочтений. До какой степени? Нужно ли абстрагироваться от такого понятия, как патриотизм? Например, вы читаете в иностранных источниках вещи, которые могут быть даже оскорбительны для нашей страны. И в тональности подачи, и во всем остальном. А вам нужен оттуда взять набор фактов какой-то, допустим. Но сама подача, она, как бы, вот, провоцирует на негативное. Надо ли абстрагироваться от патриотизма? Я думаю, что надо от всего абстрагироваться, на самом деле. Потому что, если вам нужен набор фактов, то вам все равно, как человек, это столковано. То есть вы берете эти факты и проверяете. И уже делаете собственное толкование в соответствии с идеологией того издания, в котором вы работаете. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я желаю вам успехов в работе. Скажите, вы имеете богатый опыт и по соцсетям, и по общественной деятельности, и по тому, как освещали вашу общественную деятельность в соцсетях и с разных сторон океана Атлантического, и в России, и потом в Америке был у вас довольно драматический период, мягко говоря. Верить ли тому, что там пишут? И если верить, то как проверять? Я думаю, что самый правильный совет, который дать можно в этом случае, это все-таки использовать качество своего собственного мозга и проверять всю информацию. Верить на слово не нужно никому и нигде. То есть наша задача именно, я понимаю, что это делать иногда лень, иногда сложно читать слишком длинные тексты и все прочее. Но социальные сети полезны, говорить об их однозначном вреде ни в коем случае нельзя. Я это знаю по своей работе по защите российских соотечественников, которые оказались в тяжелой ситуации за рубежом. Мы очень часто находим родственников через социальные сети. То есть у них есть полезное прикладное значение, но действительно информация, которая там появляется, очень часто, к сожалению, оказывается вот этими так называемыми fake news. Мы это видели очень ярко по коронавирусу. Когда чем только они предлагали лечиться и куда только не отправляли в социальных сетях, и, к сожалению, многие люди на это повелись и поверили этому, недостоверной информации. Это мы видели и в качестве введения информационной войны. Во время, видим до сих пор, во время конфликта на Горном Карабахе, когда всевозможные, вбрасывались информации, достоверная, недостоверная. Значит, таким образом стороны пытались втянуть дополнительных игроков в этот конфликт, сформировать какое-то общественное, международное мнение по отношению к тем или иным участникам. И, на мой взгляд, это все теперь стало технологией. Поэтому относиться к ним нужно изначально, как социальные сети придумывались. Их идея была в том, что это стена, где любой человек пишет то, что он думает, то, что он видел, услышал. И на сегодняшний день это действительно так. Но есть существенное «но». К сожалению, многие социальные сети сейчас стали себя вести уже не вполне просто как стены, а они ведут себя уже как полноценные СМИ, которые обладают своей редакционной политикой. Они вводят цензуру в отношении определенных материалов и формируют таким образом общественное мнение путем, например, вывода определенных сообщений по поисковым словам. Есть такое выражение «ложь во благо». А фейк во благо может быть? Я таких примеров не видела. Видите, дело в том, что я сторонник пусть горькой, но правды. Я этого придерживалась и в рамках моего уголовного дела, когда меня допрашивали ФБР. То есть я сразу сказала, что я буду говорить правду. Более того, всю правду, которую я скажу, я планирую, я приеду домой и расскажу все, что со мной случилось абсолютно и объективно. Поэтому мне в этой истории скрывать абсолютно нечего было. И я человек, который оказался даже, так скажем, не случайно в американских застенках, а целенаправленно американскому правительству нужна была жертва, чтобы испортить отношения, еще хуже сделать их между нашими странами. Поэтому я, в общем-то, эту позицию так и излагала. Исходя из этого, я придерживаюсь этой логики и в будущем. Поэтому я думаю, что фейк и дезинформация во благо быть не может. А почему? Вот смотрите, есть такое понятие, как контрпропаганда, которое применяется в отношении врагов, как правило. Ну или противников, оппонентов, как угодно можно назвать. И вот в рамках контрпропаганды допускается, наверное, прибегать к каким-то искажениям для того, чтобы ввести противника, в данном случае, допустим, в информационной войне, в заблуждение. Может ли фейк быть оружием в информационной войне против врагов, которые используют такое же оружие против вас? Что самое интересное, так это то, что сейчас мы видим контрпропаганду и ее применение именно в гражданское время. Вообще-то говоря, контрпропаганда являлась специальной наукой, которая ведется исключительно в рамках ведения боевых действий. Но сейчас, к сожалению, мы действительно, вы правильно отметили, мы живем в период информационной войны. Насчет введения человека в заблуждение, я не сторонник манипулятивных техник. И считаю, что все-таки кто-то, я надеюсь, что это будем именно мы, и россияне, и наша страна, должен придерживаться все-таки объективной какой-то истины или предполагать какие-то разные точки зрения, которые уже читатель может сравнить. Можно ли вести грязную игру? Ну, конечно, можно. Стоит ли это делать во благо, я, видите, неисправимый идеалист, во благо мира и благополучия всего человечества? Не стоит этого делать. Скажите, пожалуйста, а фильтровать, цензурировать, соответственно, соцсети, опять же, во благо, считаете ли вы это допустимым или нет? Или пусть читатель сам разбирается, ему надо помогать это делать? Это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, все, что касается вот подобных фейк-ньюс, именно по коронавирусу, заболеваний, и когда человеку дают какие-то методы лечения, которые не только могут, вернее, не только ничего не сделать, еще могут ухудшить его положение и оттянуть время его обращения за профессиональной медицинской помощью, тут, конечно, я думаю, что государство все-таки должно принимать роль в этом, и все-таки нужно чистить интернет от подобных вещей и все-таки работать над развенчиванием соответствующих мифов. С другой стороны, когда речь идет о политической цензуре, и вот как мы сейчас видим, какой-то фильм, например, как фильм Рогаткина, я знаю, что его сейчас все-таки убрали все соответствующие метки и разблокировали, но для этого потребовалась огромная общественная кампания, это фильм о Веслане, на который Твиттер наложил определенные возрастные ограничения для просмотра. Это уже политика. Когда мы говорим о том, что некоторые твиты некоторых политиков, и российских, и нероссийских, удаляют из-за того, что Твиттер не считает эту позицию правильной, это ненормально. Спасибо вам большое. Желаю вам успехов в вашей работе. Она, в общем, благородная работа. И я надеюсь, до новых встреч. Я всех наших участников благодарю за участие в этой мини-конференции. Спасибо большое за терпение, за вашу толерантность, не к столу будет сказано, к нашим техническим мелким проблемам. Мы будем расти и стараться. Спасибо большое. Спасибо большое. Всем до свидания. До встречи новых. Субтитры создавал DimaTorzok